Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И их всё время не хватает. Только вы застроили площадь под промышленные заводы, как нужны жил районы, чтобы поселялось больше работяг. Для работяг нужны бытовые продукты, которые дают коммерческие районы. Раз-раз-раз, и вся территория уже исполосована асфальтом и застроена. При этом игра не видит этого. Она вам будет со сырностью осла доказывать, что нужно построить ещё промышленных зон. Куда? От жигурдей, идиот! Не видит игра и очевидных ходов. Например, если у вас капитал ушёл в минус, а вы при этом уже застроили территорию теми зданиями, которые точно принесут прибыль, игра всё равно будет выводить раздражающую информацию, что, мол, вы обанкротитесь, давайте увеличивайте налоги, отключайте коммунальные службы, убивайте людей. И так во многих аспектах игры. Сим-Сити на вас жалуется, говорит, что всё не так, хотя вы уже всё исправили. Разочаровывает ещё и то, что специализаций города очень мало. Город может быть промышленным, туристическим или научным центром. И выбирать придётся только одну специализацию. Поскольку, если вы вначале вложились в промышленность, в дальнейшем, опять же из-за маленьких территорий, превратить город в мекку туризма будет крайне проблематично и наверняка невыгодно. Возможно, разработчики хотели, чтобы мы не зацикливались на одном городе и делали много разных и непохожих друг на друга. И может быть, это и благая мысль, но ваш супер-пупер-мега-мегаполис похож скорее на большую деревню с небоскрёбами. Но стоит отдать должное, город строить интересно. В первую очередь, как ни странно, из-за ограниченности территорий. Когда у вас уже всё застроено, а надо расширяться, приходится быстро соображать, где что снести и где что построить, чтобы получать больше прибыли. Пару раз я ловил себя на том, что грызу ногти, нервно облагораживая районы и улучшая коммунальные услуги, тратя весь бюджет и уходя в минус. Стоит ли описывать то счастливое состояние, когда с каждым часом денежек и жителей становится всё больше, и вы расслабленно растекаетесь в кресле, с довольной улыбкой и блаженным взглядом наблюдая, как меняется ваш городок, всё больше вырастая к небесам. Да, Сим Сити может дарить эмоции, причём довольно сильные. И это главный плюс игры. Графика в игре аккуратная, полумультяшная, и она мне очень даже понравилась, хотя некоторые снобы ругают её за нереалистичность. Разрушать города теперь сразу не получится. Чтобы вызвать землетрясение или ящера, придётся выполнять достижения, коих тут огромное количество. Испытания дают и сами жители. Построить дополнительный корпус к зданию, поймать несколько преступников, убрать весь мусор за определённый срок и так далее. Это немного тормошит медитативный геймплей. Ещё одной фишкой нового Сим Сити стал мультиплеер. Это когда вы строите город в каком-нибудь районе, а ваш друг или просто другой игрок строит рядом ещё один. С городом другого игрока можно взаимодействовать, отправлять ему товары, оказывать коммунальную помощь и так далее. Но пробовать мультиплеер мне так и не довелось, потому что куда бы я ни заходил, везде было либо забито, либо требовало какое-то обновление. И у меня появилось подозрение, что это самое обновление стоит 300 рублей и называется Deluxe Edition, хотя я не совсем уверен. Так что же мы имеем? С одной стороны, неплохой градостроительный симулятор с милой графикой и упрощённым, но интересным геймплеем, способным подарить кучу новых эмоций. С другой стороны, новый Сим Сити не позволяет почувствовать всю романтику гигантских мегаполисов, не позволяет развивать город так, как вы задумали, а даёт вам несколько сценариев, по которому вы должны следовать. Отчего, если как град у вас если и получится, то не такой, как вы задумывали. Да ещё неизвестно, интересно ли будет вам играть, когда вы построите город каждого типа. В общем и целом 7,7 баллов Сим Сити заслужило, но лично я ожидал гораздо большую игру от такой замечательной компании разработчиков, как Максис. А на этом всё, писам люди, пока. Субтитры создавал DimaTorzok